Трудные места писания с библейским порталом Экзегет Автор послания говорит, что Сын, то есть Христос, больше, чем ангелы Божьи Об ангелах сказано Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющей огонь Это, конечно, цитата из Псалтирия, 103-й Псалом в греческом переводе Сейчас мы не будем его разбирать А о Сыне Престол твой, Боже, в век век Жезл царствия твоего, жезл правоты Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие Посему помазал тебя, Боже, Бог твой Елеем радости более соучастников твоих Какие соучастники? Если речь идет про Сына, то Он один Вообще, давайте посмотрим Это цитата, причем довольно точная цитата Из 44-го Псалма, тоже синодальный перевод Он начинается «Излилось из сердца моего слово благое Я говорю песнь моя о царе Язык мой трость скорописца Да прекраснее сынов человеческих Припаяшь тебя по бедру мечом твоим сильный Остры стрелы твои сильные И дальше Престол твой, Боже, в век Жезл правоты, жезл царства твоего Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие Посему помазал тебя, Боже, Бог твой Елеем радости более соучастников твоих» Здесь все понятно Это царь Израиля Кто такие соучастники? Ну, видимо, те, кто в том же царском достоинстве находятся Цари других народов Что значит «помазал Елеем радости» Ну, помазание Елеем, оливковым маслом Священным оливковым маслом Хотя тогда, пожалуй, не было уж такого деления на Священное и несвященное Это обряд поставления на царство Не только, но в частности поставление на царство Почему помазанник по-гречески «Христос» И становится таким званием, титулом царя И царь Израиля, он человек, но он тоже помазанник Ну, все хорошо, значит, соучастники Это другие цари Вот царь Израиля, он любит радость Он любит правду, ненавидит беззаконие И Елей радости его помазывает больше, чем царя Там Муава и Дума, Египта или кого-нибудь еще А при чем здесь Христос? Почему эта цитата вдруг становится цитатой Описывающей сына в его отношениях с отцом? Ну, вы знаете, можно сказать, что Все очень просто Вот в Ветхом Завете так, а Новый Завет переосмысливает Но тогда получается, что новозаветные авторы Берут ветхозаветные цитаты И просто как попало их, куда попало вставляют Не задумываясь о том, насколько смысл совпадает Некрасиво как-то выходит Но, наверное, есть некоторое внутреннее сходство Вот эта цитата про Елей радости Она, конечно, говорит о человеческом царе Израиля Но одновременно у нее в Ветхом Завете, в Псалтире уже Есть смысл, который выше этого Который больше этого То есть израильский царь – это не просто еще один царь на земле Ну, мало ли их Вот у нас такой царь, у нас хороший царь А у других народов плохие В общем, всегда любят эти люди говорить Но царь Израиль – это наместник Бога Это человек, который исполняет его волю Подлинный царь Израиль – это Господь И человеческий царь – это всего лишь тот, кто Его заменяет, поскольку Господь не присутствует в своем народе В зримом облике И поэтому Мессия, который становится царем, помазанником Собственно, слово «мессия» означает помазанник Он царь с большой буквы Он тот царь, который нужен Израилю Который должен к израильтянам однажды прийти И приходит И вот это здесь, в общем-то, и сказано Ну, и тогда получается, что эта цитата Она, с одной стороны, показывает на то, что царь Израиля Он выше, чем царь Идома, Моавы, Египта Там других разных государств Но в конечном счете царь Израиля – это и царь всего мира И вот в этой цитате из Псалтири Может быть, очень небольшой, может быть, очень простой Уже содержится это зерно, которое вырастает в послании к евреям В какой-то совершенно новый смысл Ну, и те цитаты из Ветхого Завета Которые мы вообще встречаем в первой главе Они, в общем-то, тоже во многом построены по этому образцу То есть что-то более сложное Более такое многообразное Чем простое повторение смысла И, может быть, это раскрытие более полного смысла Который есть изначально и в Ветхом Завете Но скорее как некая потенция Как некоторая загадка Как некоторая возможность А здесь они раскрываются в полный рост Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому